У пациента повреждена нижняя часть челюсти. Болезнь называется остеонекроз. Ее могут вызвать несколько факторов. Около 10 лет назад основным было употребление наркотиков. Однако сейчас похожий эффект получается от химиотерапии при лечении онкологических заболеваний. Число таких пациентов растет. Это очень серьезная проблема, которую нужно решать на стыке онкологии, челюстной хирургии, нейрохирургии, анестезиологии. То есть реабилитация у них непростая. Потому что ведь что значит убрать фрагмент челюсти? Это сразу же ряд функциональных нарушений. Это питание, речь, ротание страдает. Ну в определенном смысле и эстетика. А потом еще через полгода это нужно восстанавливать. Через полгода таким пациентам устанавливают фрагменты челюсти из титана. Стоит отметить, что вылечить пациента без операции не удается. Дело в том, что после воздействия препаратов при химиотерапии кость становится прочнее. Однако она больше подвержена инфекционным болезням, занести которые через рот проще всего. Мы будем делать ему резекцию операции. Это калечащая операция. По сути дела мы удаляем у него значительный сегмент челюсти в силу измененных тканей. Операцию провел Юрий Медведев, профессор и заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Московского государственного медицинского университета имени Евдокимова. Он является куратором соответствующего отделения в Рязанской областной клинической больнице. На счету Юрия Алексеевича около 300 подобных операций. В Рязани она прошла в формате мастер-класса. Я с удовольствием сюда приезжаю. Дело в том, что в Рязани очень хорошие молодые специалисты. Они в поиске. И у нас есть совместные работы научные. Мы выполняем. В основном, конечно, я приезжаю, если требуется проведение реконструктивно-установительных операций. Это операции сложные очень. И не все пациенты могут приехать в Москву. Это травма, опухоли и реконструкция. Вот это три направления, которые мы реализуем совместно. Стоит отметить, что операции по удалению фрагмента челюсти в Москве уже поставлены на поток. Их проведение занимает около двух часов. Основная сложность в наложении швов. Их требуется очень много. Поэтому операция является крайне кропотливой. В Рязани их тоже делают. Подобные мастер-классы позволяют повышать квалификацию специалистов и браться за более сложные случаи.